Алена. Миша, Алена. Коля. Ага, два, Коля, Коля, два, Игорь. Стараюсь запомнить. Миша, у вас студийный опыт есть? Студийный опыт. Вы за студию ходили какой-нибудь? Ну да, я ходил. Ага, все понятно. Очень хорошее начало и принципиальнейшие ошибки. Разберемся. Ребята, когда работаете с натурой, ни в коем случае нельзя делать одну вещь. Не важно, какая у меня натура, я с него работаю. Если я взял в руки и вот так вот смотрю, у вас никогда ничего не получится точно. Одна простая причина. У вас рука дрожит или нет? Ну конечно дрожит. Плюс к этому вы еще вот так вертите и смотрите с разных сторон. А теперь подумаем, что получится. Если я затылок нарисовал под этим углом, а нос нарисовал под этим углом, что выйдет? А вы совершенно дивный рисунок. Как вам попробовать? Получится, что вы взяли этот череп и вот так согнули, как будто он пластилиновый. Ну потому что вы видите сразу затылка носа. Теперь вы чуть вот так повернули, а потом вот так повернули. Что получилось? Вы взяли его за скуловую дугу и вытянули ему скуловую дугу вот сюда. Так что, если уж выбрали точку зрения, с которой вы работаете, эта точка должна быть совершенно неподвижна. И каждый раз проверяйтесь, а верно ли вы на него смотрите. Ну и вам надо как-то не его двигать, а самому подвинуться, чтобы попасть на точку зрения. Если вам не нравится, как он лежит, вы его хотите как-то иначе расположить. Пластилиновый шар. Единственное правило, совершенно общее, после работы тщательнейшим образом папу очищать. Чтобы ни малейшего цвета пластилина нигде не было. А пользуясь такими пусками пластилина, можно развернуть натуру любым образом, как вы хотите. Сберете кладши, подкладываете. Мнете их, если он слишком, допустим, высокий, взяли чуть-чуть сняли, подсунули. Классно. Такого бы он не нравится. Все работает. Но натуру трогать не надо. Это первое. Второе. Кстати, почти никто этим грехом не грешен, кроме милой дамы. Но это девочки на болезни почти у всех. Вы читали Карлсон, который живет на крыше? Читали или нет? Да. Помните, там Карлсон картину рисовал? Или не помните? А как картина называлась? Одинокий петух. Да. Очень одинокий петух. Большая-большая белая стена и в уголке вот такой вот петух. Ребята, не делайте одиночий петухов. Биологический рисунок на три четверти площади листа. И здесь совершенно неважно, какого размера натуры. Вы можете рисовать скелет слона, который там вот такой. Да? Вот на таком листе. Он будет вас занимать, должен занимать три четверти листа. Или рисовать череп мыши или землеройки, который вот такой. Он должен занимать три четверти листа. И тебе понятно? Хорошо. Ну и теперь уже по поводу техники самого рисунка и порядка работы. С порядком работы, но вот только Мишка правильно работал. Поэтому я и спросил. Есть ли опыт? Сама ходовая ошибка. Выбираете какую-то точку и начинаете с нее рисовать. Допустим, начали с затылка. Рисуете затылок, дошли до нижней челюсти. Начинаете вырисовывать во всех деталях нижний челюстной сустав. Потом пошли к нижней челюсти зубы во всех деталях и так далее. А потом, когда вы со всеми деталями разобрались, выяснили, что человек-то другой формы. Ну просто вы ошиблись с формой. И что вам делать? Переделывать все с начала и до конца. Поэтому первое, с чего начинаем. Разбираемся в самых главных характеристик. Вот вы сели и сейчас, если поймете одно простое требование, тогда вам будет существенно проще работать. Садиться надо на таком расстоянии. Вот если объект маленький, вы ему можете пласть одно с собой. Но уже вот такого размера ни в коем случае нельзя, чтобы вы сидели ближе, чем в двух метрах от него. Вот так. Почему? А я собираюсь разобраться в главных пропорциях, как это делается. Беру продаж. Внимание, вот здесь очень важная деталь. Если на нее внимание не обратить, а продолжать рисовать бессмысленные колючки, как колючки, то тогда ничего получаться не будет. Деталь вот такая. Рука должна быть выпрямлена строго полностью. Если вот так, или вот так, или вот так, у вас ничего никогда не получится. Рука полностью выпрямлена. Большой пальчик вот так, свободный, ходит вдоль карандаша. И что делаете? Берете кончик карандаша, ставите так, чтобы для вас он совпал с самой левой точкой. Вот с этой. Так? А большой палец двигаете вдоль карандаша, чтобы он совпал с самой правой точкой. Все. Я получил засечку, которая будет называться глина черепа. Потом я что делаю? Опять вытягиваю руку полностью и подложу к самой нижней точке. И смотрю примерно во сколько раз глина больше ширины. Как себя проделить? Мне кажется, в два раза. Как себя проделить? Я беру засечку на ширину, то есть высоту, извините, черепа. И откладываю дважды по длине. Раз. Смотрю, в какой точке черепа сейчас конец карандаша. Ага, вот он. На скуловой дуге. Два. Ошибся в минус. Ну, примерно на одну десятую. То есть на самом деле чуть длиннее, чем двое. Но в результате я какую возможность получить? А я получил возможность сделать вся на листе. Вот такую рамочку. Три четверти листа. Какие пропорции этой рамки? У меня трех. Значит, у меня длина немножко больше, чем в два раза больше, чем высота. Значит, вот так. И самая левая точка черепа будет вот здесь, самая правая точка черепа вот здесь. Понятно? Хорошо. Самая нижняя точка здесь, самая верхняя здесь. Ясно? Хорошо. Для начала очень неплохой вопрос. Черепа вонка. И вот теперь давайте смотрим, как себя проверять. С вашей точки зрения, у черепа где самая левая точка? Ага. А у вас на рисунке? Вот у черепа это верхняя челюсть или нижняя челюсть? Верхняя. А на рисунке? Верхняя. Понятно? Ага. Как понять? Вот дайте мне что-нибудь, тетрадочку. Вот здесь прямую. Как понять, как соотносятся разные участки черепа друг с другом? Это кромка вертикальная? Да. А дальше? А дальше я начинаю двигать тетрадку. Мне интересно, где находится вот этот отрост? Он будет называться наоблазничным. Так? Если вертикаль вниз от него провести, куда она попадет? Итак, двигаю тетрадку, смотрю. Ага. Она попадает на начало выемки нижней челюсти. А теперь давайте посмотрим у вас. Вот у вас горизонталь. Так? И вот вы двигаете до начала надглазничного отростка. Опа! Нижняя челюсть почти кончилась. Это понятно? Я просто показываю, как себя проверять. Идея понятна? Вообще, Монтажа в принципе ругаться не люблю. С моей точки зрения, это совершенно дурацкое занятие. Ругаться. Оно никогда и ничего хорошего не дает в результате. А вот объяснить, как работает надглаз, это совсем другое дело. Смотрите, что получилось. Разобрались, где самая левая точка. Разобрались, какая самая правая, где она. Как соотносится высота с длиной. Так? А после этого? Ну вот смотрите, на верхней линии кисты какие-нибудь хорошо заметные точки, которые пропустить нельзя. Ну вот для меня будет вот этот носовой выступ, вот этот выступ. Ну с ваших точек зрения, для каждого по-своему. А дальше ставьте тетрадочку и смотрите, что же у вас под первой точкой, под этой. Ага, начало курка. Начало курка, провожу вертикальку здесь, да? Вот здесь. А вот под этой точкой что? Ага, основание хищного зуба. Хищный зуб – это вот этот самый здоровый. У всех хищников он сам друг. Вообще-то он относится к щечным. Щечные зубы обычно перетирающие зубы, это журналы такие. Но у хищных эти зубы имеют режущую кровь. Видели когда-нибудь, как собаку кости перегрызают? Она кончиком вот так вот грузит. Или засорывают поглубже кость, вот так надеваясь? А почему? Скажите, пожалуйста, вы ножницами, проволоку, как будете резать? С самыми кончиками ножницы? Или подвинете ее поприже к оси? Ага. Более выгодно речать. Чем ближе к суставу, тем больше усилия. Поэтому вот это для хищных очень важный инструмент разрезания. И в результате вы получили рамочку, а заодно сноски для точек, что над чем находится. А дальше? А дальше ни в коем случае не работайте с деталями. Все равно это и дело потом придется. Первое, что делаете всегда, это внешний контур. Вот то, что Мишка начал делать. Замкнул внешний контур и после этого детальки. У вас из-за этого ваша лисичка превратилась в поместь собачки из буратино. Вы ей вот так вот вытянули челюсть в нос. Такой глийный, глийный, тонкий, тонкий. Попробуйте сейчас, минут за 10-15, сделать набросок контура. Хотите с той же самой. Вы, кстати, очень сложно взяли вещь. Череп с нижней челюстью это очень сложный монтаж. Возьмите хотя бы просто один череп. Вот так будет проще работать. Итак, набросок контура. Три наброски. А вы вот другой край не забыли. Дело в том, что чем проще изображение, тем сложнее его изобразить. Очень сложной считается задачей изобразить позвонок. Именно из-за того, что в нем очень мало болит. Так что я-то вам рекомендовал бы взять что-нибудь другое. А не фаха как-то. Можно, можно. Что же у вас такая любовь в челюстях? В первый раз отмечаю. Ну, ладно. Никаких угольников, линейк и так далее. Учимся работать руками и глазами. Понимаете, если сразу учить ребенка ходить на костылях, а не своими ногами, он никогда не научится сам ходить. А то, что он при этом падает и расшибает коленки в нос, это не страшно. Игорь, а с вашей точки зрения, где самая высокая точка у вашей натуры одна? А вот иначе, что он должен быть на этой дне. Если уж вот так построили ранок, а иначе зачем вы ранок строили? Когда делают набросок, никогда сильно не нажимайте на карандаш. Дело в том, что вам же эти линии потом стирать. Линии же эти. Ну, зачем вы так сильно, чтобы вам каждый раз поворачиваться? Удобнее. Делаем как-нибудь по-другому. Извините, поправьте, кто-то у вас стоял. Ну, вот тоже самое. Сидишь с одной стороны, а на ту же с другой стороны. Надо совершенно не по-человечески.